Здорово, это Шамшурин. В этом видео я расскажу тебе о нескольких вещах, которые тебя очень сильно тормозят, тормозят в твоем развитии и мешают тебе получить желаемое в жизни. Ну, может быть, это не ты, но где-то ты себя обязательно узнаешь. И это важно. Значит, под видео очень много встречается комментариев, хейта, какого-то говна. То есть, постоянно людям рвет жопу от того, что они видят какие-то вещи, которые не помещаются в их картине мира. И в этом видео я буду говорить о том, что мешает тебе. Значит, что я имею в виду? Это отрицание, неверие и негатив в сторону желаемого. Плюс твои психологические проекции. Сейчас расскажу тебе, что такое проекция. Значит, смотри, тут на одном из последних видео обосрали Юру. Как бы начали писать, что этот человек... Я сейчас, причем прям вот постараюсь вспомнить. Этот человек, типа, очень много болтает. Он сам какой-то неуверенный. Он тараторит. Такие люди не могут нравиться девушкам. Ну, не могут, сука. Ну, не могут же они нравиться девушкам. Вот такой посылал, что, типа, ну, не дай бог же, как это так. Это же будет непростительно, если действительно Юра что-то может. Вот. И, значит, к чему я это? Во-первых, все люди разные, да? То есть, и любого человека можно научить эффективно общаться с женщинами. Любого человека можно научить зарабатывать деньги, если он не дебил и не долбоед. Не знаю, ежа можно научить курить. То есть, если ты сам себе не мешаешь, если ты не говоришь себе, слушайте, ребят, я хочу научиться, это правда, такое бывает, и мне этого хочется. Основная проблема таких людей в том, что вы закрываете себя сами. Значит, смотрите, по поводу людей, которых можно научить. Самые мои лучшие ученики за 12 лет, как правило, не отличались, мягко говоря, какой-то эталонной внешностью. То есть, у меня были люди, которые заикались при этом. То есть, был такой чувак, его зовут Дима, давно его не видел. Я каждый день завтракал когда-то в шоколаднице на площади Ильича. То есть, ну, это, короче, было в Москве. Каждое утро, заезжая в шоколадницу, я наблюдал такую картину, как спустя непродолжительное время после моего тренинга, постоянно там сидел Дима, постоянно с разными девушками. То есть, он там завтракал, я там завтракал один, а он завтракал каждый раз с разными красивыми девушками. Дима был такой пухленький, лысоватый, немного заикающийся, и с многими-многими недостатками, которых у нас с вами навалов. Также приходят иногда люди, похожие на супермена, красивые, высокие, и ты смотришь и думаешь, бля, вот внешкой тебя бог не обделил. При этом они абсолютно деревянные, с ними приходится работать намного больше, потому что они своей внешкой просто не умеют пользоваться, они ведут себя очень странно, то есть, у них все получается через жопу. И конечная цель, конечно же, всего, что я пытаюсь до вас донести, помимо какого-то развития по жизни, это найти себе любимую женщину, создать семью, родить ребенка и так далее. Здесь, сейчас вы видите скрины нескольких писем, которые я получаю регулярно и постоянно от своих клиентов, которые делятся со мной тем, что у них создалась семья, у них появился ребенок, у них все классно, у них все круто, вот они наконец-то нашли эту девушку. Ну, в общем, вот сейчас вы эти скрины видите. Итак, к сути видео, значит, смотрите, когда ты видишь то, что ты хочешь, но у тебя нет в голове понимания, как это получить, то есть, нет соединения между точкой А и точкой Б, почти всегда возникает нездоровая реакция у людей, причем таких людей все больше и больше, и она связана с негативом. Значит, первое, что получается, получается негатив. Почему негатив? Потому что негатив так намного проще, намного сложнее сесть, подумать, что это вдруг вот так вот. У кого-то есть, кто-то идет в обнимку с красивой девушкой, или у тебя на работе есть коллега, который постоянно, у него нет отбоя от женщин, то есть, он постоянно пользуется вниманием женщины, хотя ты смотришь и думаешь, что не так, ничего такого он не делает. Или есть какой-то чувак, который зарабатывает больше тебя, вместо того, чтобы подумать, что мне сделать, что не так со мной, как мне туда попасть, намного проще сказать, да он пидорас, он мошенник, он подпаивает этих женщин, не знаю, там каким-то тайным зельем, вообще это все вранье, у него богатые родители и так далее. Так, намного проще. Поэтому очень многие, к сожалению, выбирают негатив. И, значит, это первое. Второе, так называемое вымышленное неверие. То есть, людям проще не верить. То есть, людям проще не верить, что у кого-то, может быть, в жизни было 300-400 женщин, хотя это пипец вообще ни разу не показатель того, что человек крутой или счастливый или что-то. Ну, возможно, это показатель того, что он может тебя научить, как с ними общаться. То есть, ну, опять же, не факт, что он может тебя научить, как строить отношения, если в конце концов к этим отношениям он не пришел. У кого-то, может быть, в 35 лет, не знаю, 100 миллионов долларов в состоянии, хотя человек абсолютно обычный и жил с вами в соседнем подъезде. Но очень эффективное для многих решение это, скажем, включить вот это вымышленное неверие. Причем эти люди не просто не верят, то есть, они пытаются даже до усрачки доказать свою позицию, что не может такого, ну, не может такого быть, нет, не может. То есть, почему они так сильно отстаивают свою сраную, никчемную позицию, которая ни к чему их не приведет, и, к сожалению, этим людям не хватает ума и нам понять. Потому что, если вдруг они поймут, что действительно такое может быть, что можно легко там за день познакомиться с пятью красивых девушек, можно пойти, там, не знаю, с пятью девушками за неделю заняться сексом с красивыми женщинами, не проститутками, не проститутками. То есть, если можно пойти заработать за год на квартиру, или что-то, или что-то, что-то еще, то есть, если вдруг они поймут, что дело было не в том, что мир плохой и злой, а дело только в собственном бездействии, они же потом себя не простят. Они поймут, что мудаки в этой ситуации только они. Поэтому, конечно же, многим будет удобнее включать вот это вымышленное неверие. Подойдите к человеку, который едет в пробке рядом с вами, вы пыхтите на своей сраной школе Октавии, например, а этот человек едет с вами рядом на Роллс-Ройсе. Это не показатель того, что это хороший человек, он абсолютно может быть мудаком, я не знаю, каким-то злым человеком, неважно. То есть, если для вас это важно, если это ценность для вас весомая, подойдите и скажите ему, чувак, у тебя не настоящий Роллс-Ройс, он из фанеры, давай, показывай, как ты его сам склеил или что. Или подойдите к тому мужику, который у вас на работе перетрахал уже, не знаю, весь ваш отдел и соседний и скажите, ты ведь, чувак, по-любому этого не будет, ты неправильно, ты, то есть, такого не существует. То есть, в чем прикол, что их жизнь от этого никак не изменится, ребят? То есть, вот абсолютно от того, что вы не верите в то, что они что-то могут, а вы чего-то не можете, ну, наверное, хуже только вам, а не им, потому что они скажут, да, да, такого не существует, правда. Вот, все, ты прав, чувак. Следующее, соответственно, тут есть такая штука, как агрессия, потому что очень многие люди настолько сильно не хотят увидеть, что причина всех их неудач именно в них самих, что они аж начинают не просто отставить свою точку, хуевую точку зрения, а в том, что они начинают агрессировать туда, потому что это же прям вот... Вот, и даже вы не представляете, как вы палитесь, потому что когда эти люди пишут мне в комментариях какое-нибудь говно, что я там педик, что я, не знаю, мошенник, что подходы или там отходы, я не знаю, выходы, заходы подставные, что еще что-то, еще что-то, то есть, эти люди очень сильно палятся. Настало время, я, правда, в книжке об этом рассказывал, рассказать вам про то, что такое психологическая проекция. Значит, и как вообще устроена зависть и злость? То есть, почему люди агрессируют в сторону того, что им самим хочется? У них начинается фрустрация, то есть, они не понимают, как получить желаемое. Вот, это нормальная, естественная защитная реакция вот этого животного, хомячкового мозга, который многим просто не хватает ума контролировать. И вы начинаете думать, раз я получить это не могу, наверное, я лучше буду туда злиться, туда отправлять свой негатив, и говорить, что я этого не хочу, они плохие, они все мудаки и так далее. Ну, это как лететь в бизнес-классе в самолете, потому что это известная тема, что типа, вот я не понимаю, за что эти дураки, эти вот и платят, они же сидят там за загородкой. Чувак, ну не понимаешь и заткнись, потому что проще не понимать, за что они платят, чем заработать бабки и сидеть отдельно, хотя, как бы, это, конечно, сомнительное удовольствие. И, соответственно, как работает проекция. То есть, когда у тебя нет чего-то, что ты хочешь, ты начинаешь очень сильно часто туда негативить, агрессировать, сам не понимая, почему ты даже не можешь это объяснить, тебе просто не нравится это, потому что у тебя этого нет. Так она работает. Еще она работает так, что если у тебя есть какие-то черты или качества, которые тебя в самом себе бесят и раздражают, и вдруг ты в ком-то их увидел, как в зеркале, ты тоже можешь включать свою психологическую проекцию. Задача тебя, если ты все-таки претендуешь на какой-то успех в жизни, и на то, что ты чего-то в этой жизни добился, твоя собственная задача перед самим собой выпаливать свои проекции и говорить себе, не-не-не, стоп, я сейчас веду себя неправильно, то есть, это сейчас всего лишь проекция, для меня это неэффективно так себя вести. Кстати, что сказать про себя, я тоже в этом плане не идеален, я тоже не бог, то есть, у меня есть такие же штуки, я также подвержен психологическим проекциям, то есть, у меня также есть негатив и так далее, но где-то я это четко фиксирую, говорю с собой, прописываю в когнитивной таблице или прорабатываю внутренне в голове, где-то, если меня кто-то бесит, потому что, опять же, почему меня бесит, потому что у него есть что-то, чего нет у меня, я просто отписываюсь от этого человека, вот прям вот нахуй, чтобы его не видеть, и зато я не вижу его каждый день в инстаграме, в ютубе и так далее, и мне становится легче, как бы, потому что меня ничто не дергает, вот такая вот тема. И я, опять же, стараюсь смотреть людей, которые меня не раздражают, которые меня мотивируют. Меня, например, очень сильно мотивирует такой чувак, как Оскар Хартман. Если вы не знаете, кто это такой, обязательно почитайте. Ну, то есть, посмотрев видео с ним, у меня нет такого, что, типа, я начинаю гнать, что он какой-то плохой, он какой-то мудак, я начинаю, даже и на себя не начинаю гнать, самое хорошее. Я начинаю думать, так, а как бы мне сделать точно так же, или хотя бы десятую, сотую долю того, что есть у него. По поводу мажоров, кстати, у меня была в молодости такая история, когда мы в Самаре жили, и я был беден и нищий. Вот. То есть, я постоянно видел возле там Макдональдса на площади, на полевом спуске, тусили все время мажоры, как мы их тогда называли. То есть, это были студенты, какие-то там сопляки на дорогущих тачках, с кучей денег, с кучей телок. Я столько негатива туда выплескивал. Я ходил, прям за вами скрипел, вот они мажоры, они папинки на сынке, они там мудаки. Зачем? То есть, в какой-то прекрасный момент, слава Богу, вот хватило ума, меня что-то осенило, я понял, что то, что я испытываю туда негатив, это никак меня к этой штуке не приблизит. Мне тоже хотелось тогда дорогую тачку и красивых телок, и побольше желать, и денег на карман. То есть, что надо было молодому человеку? В какой-то момент я подумал, что если я этого хочу, почему я туда агрессирую, почему я туда злюсь? Значит, наверное, я либо никогда, бессознательное же не хочет, чтобы потом я злился сам на себя, то есть, я либо никогда этого не получу, либо по такой логике, что когда у меня будет тачка красивой девки, и там что там еще нужно молодому человеку, я что, на себя буду злиться, я себя буду считать каким-то плохим? И в какой-то прекрасный момент я сказал себе, что вот туда я больше агрессию направлять не буду. Вот. Поэтому, ребят, значит, смотрите, тут какой вывод, что лучшее, что вы можете сделать в той ситуации, когда вы видите мужчину с красивой женщиной, а вы один, когда вы видите, что кто-то богат, а вы не богат, когда вы видите, что кто-то здоров, а вы не очень, то есть, лучшее, что вы можете сделать в этот момент, это спросить себя, как, сука, как мне сделать то же самое, такой же самый результат, что мне сделать для того, чтобы у меня было то же самое. А не заниматься херней, не негативить, не включать свои проекции, не включать свое вымышленное неверие, не агрессировать туда, потому что эта херня вас ни к чему не приведет. Еще по поводу марафона, значит, у меня есть плейлист здесь на канале, который называется «Марафон 33». Я его проводил, по-моему, летом, то есть там 33 видео, каждый день я давал полезную информацию, плюс практические задания абсолютно в свободном доступе. Значит, у меня новость для вас следующая. Через 3 дня ровно я этот марафон закрываю, и он будет продаваться у меня за деньги. Потому что хватит с вас халявы. Для тех, кто хотел в нем поучаствовать, вы в нем поучаствовали. Для тех, кто не хотел или не смог сделать что-то, welcome с 13 по 16 февраля тренинг практика в Москве. Группа собрана, я возьму еще пару человек, и, по сути, мы можем стартовать. Не можете сами, выберите, прийти к тем, кто уже умеет, и пусть они вас научат. Так в любом деле. В бизнесе, в общении с женщинами, в психологии, в спорте, где угодно. Хочешь добиться успеха, приходи к тем, кто в этом деле уже стал более успешным. Есть еще второй вариант. Ты можешь просто не верить, злиться, агрессировать и говорить, что нет, они все пиздоболы, они мошенники и так далее. Это очень легкие варианты, ты можешь выбрать даже его. Все, вырубай. Продолжение следует...